Пособие В 2020 году пособие назначалось по принципам социального казначейства, то есть родителям достаточно было подать одно заявление, им нужно было подавать электронно через портал госусрук или лично в МФЦ или органах соцзащиты. Помощь была назначена семьям на 4 миллиона 750 тысяч детей. На эти выплаты из федерального бюджета было выделено почти 213 миллиардов рублей. Анализ уровня доходов семей получателей пособий показал, что в большинстве случаев с учетом этой выплаты средний душевой доход семьи не доводился до минимальной планки, то есть до уровня прожиточного минимума. С учетом этого разработан новый алгоритм определения размера выплаты. Предлагается установить трехступенчатую систему с 1 января 2021 года с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка. Стандартным размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума. Если и это увеличенное пособие также не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. При этом сам подход к назначению пособия сохранится. Семьям по-прежнему не потребуется предоставлять дополнительных справок для получения пособий. Органы соцзащиты рассчитают необходимый размер пособия, размер выплаты на основании заявлений гражданина и данных государственных информационных систем. Необходимые доработки программного обеспечения сейчас уже ведутся. Заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься начиная с 1 апреля, но при этом, как и в прошлом году, расчет данной выплаты будет сделан начиная с 1 января 2021 года. Те граждане, кто уже получает ежемесячную выплату с 1 апреля, смогут подать заявление для ее назначения в новом размере. И если такое решение органами социальной защиты будет принято, то в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за первый квартал. Одновременно предлагается усилить адресность, адресный характер этой меры поддержки и учитывать при назначении не только официальные доходы семьи, но и ее имущество. Таким образом, пособие должно стать еще более эффективным инструментом для вывода семей из детьми и из бедности. Для реализации такого подхода, по нашим оценкам, потребуется в 2021 году 276 миллиардов рублей, в 2022 – 295 миллиардов, в 2023 – 297 миллиардов рублей. Указ, закрепляющий такой подход, в ближайшее время будет предоставлен вам, Владимир Владимирович, на подпись. Проекты необходимых решений и актов правительства под данную редакцию указа нами также подготовлены. Перейду к вопросу выплаты и индексации пенсии. По действующему законодательству… Секунду, секунду. Татьяна Алексеевна, мы вроде договаривались так, что после проведения вот этого первого этапа, когда мы платим по 50% от прожиточного минимума, если видим, что не добивает до уровня прожиточного минимума на члена семьи в определенных семьях, то мы сразу начинаем платить до 100%. Сейчас я слышу трехступенчатые системы, 75%. Вы просто посчитали, что это будет более тонкая, более адресная настройка системы? Да, Владимир Владимирович, так и есть. Мы практически весь 2020 год вели работу по выверке и созданию всех этих информационных систем и понимании ситуации, что действительно происходит. Могу сказать, что количество детей, которые реально оказались нуждающимися в получении такой выплаты, оказалось существенно больше, чем мы предполагали ранее. То есть сейчас по 2020 году мы заплатили 4,7 миллиона человек. И выяснилось, что информационные системы, из которых мы брали данные по субъектам Российской Федерации, по выплатам, страдали одним большим недостатком. Количество детей и семей, соответственно, которые нуждались в получении таких пособий, было занижено, потому что пособия, которые выплачивались в регионах, были ничтожными. Помните, мы обсуждали тему еще со 100-рублевыми пособиями, которые действовали аж с начала 2000-х годов и не менялись в регионах страны. И, безусловно, когда средний уровень пособия оказался средний, по стране 5 900, то, конечно, количество людей, которые пришли за получением пособия, оно оказалось существенно большим. Это, конечно, хорошо, потому что это позволяет людям повысить свой доход и выйти из бедности. Но для того, чтобы оценить реальную ситуацию, мы использовали опыт тех регионов, которые уже давно работают в этом направлении. Это опыт и Москвы, и Татарстана, и ряда еще других субъектов. И, как Вы выразились, делаем так называемую тонкую настройку. Обсудив это с коллегами, пришли к выводу, что нужно добавить два этапа, 75% и 100%. И вот то, что озвучил Антон Олегович, вынесли сегодня на Ваше обсуждение. Ладно, я понял, хорошо. Антон Олегович, пожалуйста, переходите к следующему вопросу. Спасибо, Владимир Владимирович. Перейду к вопросу выплаты и инвесации пенсии. По действующему законодательству с 1 января происходит ежегодная индексация страховых пенсий для неработающих граждан. С 2018 года индексация пенсии обеспечена на уровне, превышающем размер инфляции и составляет в среднем более 1 тысячи рублей в год при рост пенсии. В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей. И с учетом индексации составит 17 541 рубль. Повышение пенсии коснулось 32 миллионов человек. На эти цели будет направлено 374 миллиарда рублей. Хочу отметить, Владимир Владимирович, что часть пенсионеров уже получили пенсию с учетом указанной индексации в декабре 2020 года. Традиционно пенсии за первые январские дни доставляются досрочно. В конце декабря январские пенсии получили 11 миллионов человек. Это 23% от общего числа получателей. Начиная с 4 января доставка пенсии осуществляется уже по привычному графику. Владимир Владимирович, у меня все. Спасибо за внимание. Хорошо, ладно, я понял. Я надеюсь, все там предусмотрено, финансы предусмотрены. Да, Татьяна Алексеевна? Да, все, что касается пенсионного обеспечения, оно обеспечено финансированием. Хорошо, ладно, спасибо. Татьяна Алексеевна сейчас сказала о том, как некоторые вопросы смотрятся с региональной позицией. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!